Продолжим выпуск. Павлодарец обманул друзей и знакомых, занимая у них деньги для некого принца в Камбодже. Просил, правда, якобы на лечение брата, страдающего онкологическим заболеванием. Купились в итоге более 10 человек. По крайней мере, столько людей написали заявление в полицию. Уголовное дело открыли по факту мошенничества. Артём Клеван продолжит тему. Этих женщин объединила общая беда. Пенсионерка Галина Постолова в общей сложности отдала миллион. Просил её не сам мужчина, а его мама. Было это ещё в сентябре 2018 года. Я им заняла под расписку, не под расписку, через нотариальную контору. Полмиллиона. Она знала, что я как раз работала на пенсии, получила расчётные, всё, немножко собрала. Они через недельки две опять пришли, мол, не хватает, нужно ещё. Но они так уверяли меня, что они мне отдадут. Семья Натальи Дворецкой отдала миллион семьсот тысяч тенге. Причём большую часть из этих денег взяли в кредит. Помочь решили, услышав историю о бонко-больном брате. Это было в феврале 2019-го. Узнали истинные причины надобности в деньгах лишь в конце прошлого года. Всем на почту приходят письма счастья, я вам говорила. И пишет там бедный барон или какой-нибудь принцесса или принц какой-нибудь африканской страны, колумбийской, неважно какой, далёкой от нас, офшорной страны. Пишет, что вот, дескать, хочет своё наследство забрать, а забрать не может, ему туда въезд запрещен, у него там гонение волнения в стране. Вот ты мне помоги, а я с тобой поделюсь. Ну и вот наш товарищ в своём не юном возрасте на это всё повёлся. И вот наши миллионы сейчас где-то в какой-то Камбодже, Нигерии. Об этом, по словам Натальи, сам подозреваемый рассказал полицейским. Деньги перечислял в долларах через международные переводы. Сейчас известно о почти 13 миллионах тенге, высланных принцу в Камбоджу. Но уголовное дело в итоге закрыли. По словам следователя, так как он не купил себе машину, не купил себе квартиру, то как бы он для себя ничего не получил, и, соответственно, он выходит не виноват. Полицейские разбираться рекомендовали в судебном порядке. Многие давали деньги, оформляя сделку нотариально через договора и расписки. Есть и те, кто занимал просто так. Вернуть их люди всё же надеются, часть взыскать уже удалось. Но возмущает людей сам факт. От уголовной ответственности ни их знакомый, ни принц Камбоджи в итоге не понесли. Артём Клеван, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис».